Валентина Конухина первая во дворе на выгрузке нового чернозема. Помогает рабочая закалка. Валентина 17 лет руководила профсоюзом на заводе клапанов. Теперь отвечает за порядок в своем дворе. Наводников 44. Чего только стоит привести его в порядок после зимы. Мусор убрали, бордюры покрасили. На очереди декоративные заборы и клумбы. Чтобы их разбить, заказали в районной администрации грузовик земли. Поживем и видим, какая она, откуда она привезена. Если она плодородная, быстренько будет расти. Экологически чистый чернозем высокого качества привозят со специального полигона. В 80 дворов Самарского района этой весной получат новую землю в свои полисадники. В семи из них уже ведутся аграрные работы. К завезенной земле предъявляются соответствующие требования, в том числе и по содержанию гумуса не менее 4%. С нового года районные администрации сами себе хозяева по благоустройству территории. Пожелания жителей обязательно учитываются, а работать по конкретной заявке проще и эффективнее, считают руководители Самарского района. При этом грунт не просто завозят во дворы, а рабочие сразу разравнивают землю по всему газону. Всего в этом месяце закупили для посадки цветов и деревьев 350 кубометров высококачественного грунта. Должно хватить всем желающим. Не ошибается тот, что никто не делает, но мы это в оперативном режиме, в рабочем порядке решаем все вопросы. Можно обратиться либо напрямую в администрацию, либо через ТОС и подать заявку. Можно обратиться непосредственно к своему депутату. Они тоже принимают активное участие в формировании заявок. В Самарском районе ведутся работы и по вывозу крупногабаритного мусора, санитарной обрезки и ликвидации аварийных деревьев. Летом новой задачей поддерживать дворы и улицы в чистоте, продолжать уход за территориями озеленения и стричь газоны. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.